И в этом несколько ученые на Меркулахе. Виктор Ильич, крыльчан закрыт равновесие воздуха, именно Гараглада. Да, в принципе, Виктор Ильич. Виктор Ильич. Моя цель, я хочу, чтобы вы поняли, принцип работы всем был доступен, я потом в конце скачу. Я только что остановился, что ученые с того времени всегда мечтали именно решить данный вопрос с помощью изменения центра тяжести. В частности, в 1629-1995 годах Виктор Ильич, ученый в своевременной Гюблинск обосновал свою идею таким образом. Если бы изобретатели новых машин, напрасно пытающиеся построить личный двигатель, пользовались этой моей гипотезой о невозможности системы тел изменить положение своего центра тяжести без внешних сил. Покажите, как это работает. Да, да, да. Виктор Ильич, я говорю о том, что именно стремились изменить центр тяжести и получить именно такой эффект. Закрыли? Ребят, нож чуть назад, да? А, нож чуть назад. А, нож чуть назад. А, нож чуть назад. Прошу. А сейчас мы продолжим. Да, это на центр назад. ВКУМАТОВИЧЕНИЕ СЛЕГОЕ ВИТОЦИЯ Вечно двигателя. Вот это что-то, кутук. Вот это и двигатель. Кто ты? Так, мы сейчас, я сказал, у него главное свойство в чем заключается Именно вращающийся диссосуд, сохраняющий дисбаланс внутреннего объема и массы Вот мы сейчас скотчем приклеили и создали временное смещение внутреннего объема и массы В этом случае, как в том наглядном макете было показано, уже появилась сила, стремящая производить движение Но оно временное, оно остановится вот в этом положении Он находит точку опоры и остановится Но теперь мы его приведем к постоянному сохранению внутреннего дисбаланса И в этом случае, что мы увидим? Воздухоскопал Чтобы сохранить постоянную разницу внутренней массы То есть разница внутренней массы Вместе с скотчем мы берем обычный, это для демонстрации А вот в рабочем положении у нас ось именно будет придерживать такое положение И у него будет сохранена постоянно дисбаланс внутренней силы Вот мы его сейчас также вот в этих местах, как же скотч, мы их прилагаем и сейчас посмотрим, что получится Вот я прижимаю Можете сами пробовать Это в данный момент идет демонстрация работоспособности двигателя Ну это же даже элементарно Поэтому мы сегодня далеки от мысли заявить о том, что мы открыли какой-то великой этап Это совершенно простое дело, но я думаю, мы сегодня вместе с вами стали свидетелями о правильном нахождении технического решения Вот в течение скольких веков искалось учеными всего мира А это у нас искательская работа началась еще с 19-13 веков По сегодняшний день оно на стадии искательских работ Но оказалось, что это решение элементарное Но я думаю, в этом у кого-то есть сомнения? Нет, пока Пока нет, вот спасибо Теперь вот у нас, во-первых, здесь слоя нету Мы сегодня, вот с 15 февраля, да? Который мы первый день подачи нашей заявки Может быть, я там уже буду продолжать Вот с 15 февраля Вот мы с нашим коллективом старались Сегодня вам продемонстрировать Именно не в таком уровне, чтобы показать демонстрацию работоспособности А вот сегодня было бы как хорошо Мы раз запустили и включили, получили энергию, да? Мы вот эту так старались Но мы к этому не могли дождаться Почему? Во-первых, при подаче заявки на патент У нас первая экспертиза Формальная экспертиза завершилась Вторая экспертиза Предварительная После завершения предварительной экспертизы У нас получилась бы возможность Работать со спонсорами Но не имея возможности Привести в такой рабочем масштабе Мы вынуждены были Вот сегодня обращаться к вам В качестве общественной экспертизы Вы сами убедились, что это не блеф Не сказка Это реальная возможность Я только что вам продемонстрировал Возможность двигателя совершить работу С жидкостью А теперь Мы только что говорили Может оно работать с обычной водой Тогда как это может получиться? В этом случае вода полностью сливается Также оно устанавливается на этот диск Но мы данный ротор или диск сосуд Полностью погружаем воду До осевого уровня То есть до этого уровня Оно будет погружено в воду И оно соответственно в рабочем положении будет В этом случае что происходит? При погружении в воду Внутри воздух Мы погружаем воду На какую злупню мы погружаем Снизу действует сила Архамеда Поскольку действует сила Архамеда У него резко изменена наружная площадь То есть сжатая сторона Архамедова сила будет действовать меньше А с этой стороны больше Следовательно оно берет вращательное движение Так, теперь У нас при работе с преспотентом, с экспертами У них был такой контраргумент Что двигатель не может работать Поскольку вода внутри не может вращаться Это раз Второе Был аргумент Что жидкость По своему физическому свойству Не имеет цепляющие свойства С твердым предметом Поэтому он не может вращать Но мы им дополнительно Дали ответ Что По принципу работы нашего двигателя Не предусматривает вращение То есть Сама